В Карькове начали рассматривать дело о смертельном ДТП на Сумской. По сути, подсудимые, напомню, Елена Зайцева, которая была за рулем Лексуса, и Геннадий Дронов, водитель Туарега. Чего требуют пострадавшие и чем закончилось сегодняшнее заседание, знает Светлана Шекера. Пострадавшая в ДТП Жанна Власенко пробирается по залу суда. После аварии девушка, тогда еще беременная, провела три недели в коме. Врачам удалось спасти и ее, и ребенка. В конце января Жанна родила девочку, и сейчас вспоминать о том, что пережила, не хочет. Вы не будете сегодня на заседании? Немножко посижу. Слезы на глазах и у Людмилы Васильевны. В аварии погибли ее дочь и внучка, Алла и Анастасия Сокол. Какой ценой можно искупить и каким сроком смерть от моих погибших? Понимаете, нет такого и срока, и денежного. Боль, одна боль. Юрию неудачи, но только недавно сняли шину с ноги. Парень сам из Крыма, был водителем, занимался спортом. Теперь ни работать, ни заниматься единоборствами не может. Врачи не говорят, буду ходить не буду, поэтому раньше планы на жизнь были, какие-то цели, спортом занимался. Сейчас не знаем даже, что делать. Родственники погибших будут заявлять в суде иски о моральной компенсации. Мы в гражданском иске указали, это миллион гривен, но для нас это как обозначение их вины. Мы хотим, конечно, строгого для них наказания, самого высокого, которое дает эта статья. Очень тяжело здесь находиться и видеть лица, такие хладнокровные, можно сказать, и спокойные. Виновники аварии Елена Зайцева и Геннадий Дронов общаться не желают. Я хочу удержаться от комментариев, извините. Тут есть родители постраждали, возможно, вы хотите что-то сказать им, и сами постраждали. Обвинительный акт прокурор сегодня так и не зачитал. Пострадавшая в ДТП Анна Камар из Кременчуга не может ездить в Харьков на заседание, поэтому попросила организовать видеоконференцию из зала суда в Кременчуге. Судья задовольнил циклопотания и потерпела, будет доставляться до одного из районных судей города Кременчуг и выйдет на связь с судом в Харькове. Следующее заседание назначено на 27 февраля. Напомню, вечером 18 октября «Лексус», за рулем которого была студентка Зайцева, на большой скорости влетел в толпу людей, стоявших на тротуаре. Пролетая перегресток уже на красный, машина столкнулась с «Фольксвагеном», который начал движение на запрещающий сигнал. Пять человек погибли на месте, одна девушка умерла в больнице. Еще шестеро получили травмы. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.